Всем привет! Это пятая часть прохождения Доки Доки Литературного Клуба. В прошлый раз мы остановились на то, что с Аюрой чувствует себя плохо. Мы начали готовиться к фестивалю, мы заготовили то, что будет делать каждый из нас. Я присоединился к Юре, мы обменялись на неравные телефоны и, по идее, мы уже должны быть готовы делать декорации. Короче, давайте, загружаем последний сохранение. Без сомнений, она открылась чуть больше, когда мы останемся вдвоем. Да. Тем временем мы даже изредка обменялись сообщениями. Сначала она очень осторожничала, но достаточно скоро я начал узнавать ее лучше. Но если не думать о Юре, я ничего не услышал от Саёре с тех пор, как она покинула Купчера. Она то ли вообще его покинула, типа перестала быть участвовательным, то ли просто перестала от него ходить. Не то, чтобы мы переписывались все время, что-то в этом роде, но в глубине своих мыслей я волновался за них. Есть разница между тем, что сказала Саёре, и тем, что сказала Моника. Действительно ли это нормально не думать о чувствах Саёре, когда она может нуждаться во мне? Ну, даже не знаю. Я решил навести Саёре, прежде чем появится Юре. Вместо того, чтобы спрашивать, я просто скажу ей, я захожу, как мы делали это раньше. Добравшись до дома с Саёре, я постучал в дверь, прежде чем войти. Опять же, мы так часто играли вместе, что привыкли просто входить в дом друг друга, как будто мы были семьей. В доме тишина. Саёре нет нигде на первом этаже, так что я решил, что она выше, в своей комнате. Это уже необычно для нее, не бежать и не приветствовать меня. Я направился к спальне, где я наконец нашел ее. Саёре? Привет! Я остановился в ее комнате. Саёра натянута улыбается, но легко заметит, что с ней что-то не так. Между нами появилась неловкая пауза. Ты давно не приходил вот так, правда? Наверное, да. Прошло столько времени. Не так уж многое изменилось, да? В комнате Саёра беспорядок, как и всегда. Но я вижу тут... Ка-а-а... Чё это? Кофты или носок, не знаю. Коровка тут, попугайчик. Растения неухаженные, ё-моё. Действительно беспорядок. Я даже узнаю тех плюшевых зверей на стене декорации, которые были у нее годами. Если бы ты приходил чаще, тут не было бы такого беспорядка. Это потому, что в конце концов я бы привазил тебя. Почему ты не заодно захотел зайти ко мне? Разве ты не должен встретиться с Юрой сегодня? А она откуда это знает? Стоп. Моника сказала? Да, но... Подожди, как ты узнала? Действительно. С Юрой уже уже от того момента, когда мы звонили в эту последнюю встречу, Моника мне сказала... Ну, я так и думал, что ей это сказала Моника. Стука. Вы... Я не знаю, что сказать. Тупо стукач. Моника. Для нее, естественно, держа меня в курсе событий о том, как идут приготовления к фестивалю. Разве нет? А, ты правда? Ну, а что насчет тебя? Разве ты не собиралась помогать Монике сегодня? Конечно, но я помогаю ей онлайн. А чё, так можно было, что ли? Мы не планировали встречаться или типа того, а значит, буду только я и Юрой. Да. Между нами повисло еще на неловкой паузы. Союр уставился в одну точку. Все, где действие было таким нехарактерным, я наконец-то перешел к сути. Я просто хотела знать, как ты. После того, как ты ушла в пятницу. Когда что-то не так, ты не можешь скрывать этого от меня. Я слишком хорошо тебя знаю. Так что... Союр улыбается, качай головой. Это нехорошо. Что? Почему все не может быть так, как раньше? В смысле? В смысле не может быть так раньше? Я так и делаю, блин. Это все моя вина. Если бы я не стал такой собой и случайно не выразил свои чувства, если бы я не сделала эту глупую ошибку... В смысле? Какую? Тогда бы ты сразу не беспокоился обо мне. Какую я тебе ошибку? Я ничего не помню абсолютно. Ты бы не пришел сюда. Ты бы, наверное, не думал обо мне прямо сейчас. Но это просто мое наказание, да? Я получаю наказание за свой эгоизм. Да, Господи, да какой нафиг эгоизм? Просто, блин. Все как в детские годы. Ты что, не помнишь, что ли? Как мы так раньше увлекались, е-мое? Я думаю, именно поэтому он мне решил, что ты должен был прийти ко мне сегодня. Он просто хочет помучать меня. Да не в этом дело. Сайори. Я схватил Сайори запретить. Что ты такое говоришь? Ты вообще слышишь, что ты говоришь сейчас? Я знаю, что с тобой что-то случилось. Мне никакого другого объясни, почему ты так себя ведешь. Так что рассказывай. Пока я не узнаю, я не смогу не думать об этом. Сайори улыбнулась пустой улыбкой. Ты действительно загнал мне в ловушку. Ну да говори, блин. Но. Ты не прав. Почему? Со мной ничего не случилось. Я всегда был такой. Да ты что? Не-не-не-не, я тебе не верю. Я тебе не верю. Просто ты видишь это первый раз. Вижу что? А о чем ты вообще, Сайори? Ты собираешься заставить мне сказать это, да? Видимо, в этот раз у меня нет выбора. Дело в том, что всю мою жизнь у меня очень тяжелая депрессия. Ты знал? Думаешь, почему я опаздываю в школу каждый день? Потому что почти каждый день я могу даже найти полоса с кровати. Какой смысл делать что-либо, когда я полностью осознаю, насколько я бесполезна? Зачем идти в школу? Зачем есть? Зачем заводить друзей? Зачем для других людей тратить свою энергию и заботу впустую на меня? Есть надо, чтобы жить. Так, ща. Какой смысл делать что-либо, когда я полностью осознаю, насколько я бесполезна? Ну, смысл в том, что ты можешь изучиться что-то, ну, признать свои ошибки. Так, и зачем идти в школу? Чтобы получить образование, чтобы во взрослой жизни нормально, блин, жить, деньги получать. Деньги, блин, это всё. Деньги – это золотая жилка. С помощью денег мы можем жить. Зачем есть? Чтобы жить. Зачем заводить друзей? Чтобы общаться. Потому что без общества мы не сможем дальше жить. Мы просто будем одиночками в жизни. Ё-моё. Когда ты ходишь, ты поймёшь? Да. Уроки общества знаний не прошли напрасно. Зачем заводить? Вот каково это. И вот почему я хочу сделать их счастливыми. Без всякого беспокоиться обо мне. Я в шоке. Я не могу даже понять, как ответить. Как это возможно, что Сайори скрывала это от меня всё время? Что я её знаю? Неужели она так сильно хотела, чтобы я просто не думала о ней? Почему, Сайори? Эээ, почему ты никогда не рассказывала мне об этом? Мне почти кажется, будто я был преданным, как твой близкий друг. Потому что если бы я знал, я сделал бы всё, что мог, чтобы поддержать тебя. Даже если я могу сделать совсем немного. Я бы всё равно не пытался сделать каждый день немного лучше для тебя. Вот почему я твой друг. Всё же тебе нужно было сделать это сказать мне. Ты совсем не понимаешь. Вот просто не говори с тобой всё? Нихуя не понимаю. Думаешь, почему я не рассказала тебе? Потому что тогда ты тратил бы силу на заботу обо мне. Вместо того, чтобы заниматься важными вещами. Смотрите аниме и играть в игры подождёт. Важно ты, блядь. Люди важнее. Я не хочу, чтобы обо мне беспокоились. А я как будто не хочу. Я тоже хочу. О, точнее, я... Нет, тоже хочу. Я хочу этого, блядь. Просто хочу, потому что как бы без друзей. Я не что? Я пустышка. А она, блядь, даже... Когда не беспокойся над пустышкой, блин. Даже когда... Я не могу слов подавать. Я просто не могу подобрать слова. Это странное, грустно-радостное чувство, когда люди пытаются заботиться обо мне. Иногда это приятно. Но так же это словно бит, ударившая меня по голове. Да ты чё? Ах, 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 ах. Вот почему я так сильно хотела, чтобы ты подружила со всеми остальными. Они для меня ничто. Помогать всем быть счастливыми, это самое лучшее занятие для меня. Но потом я обнаруживаю ещё кое-что. Смотрю, как ты заводишь друзей и сближаешься со всеми в клубе. Такое чувство, что оно копьё пробивает сквозь моё сердце. И вот почему. Вот почему я решила, что меня просто хочет мучить меня. Вот ты... Вот, пожалуйста, даже не думай, что тебе нужно суициднуться. Как суицид Маус, блядь. Микки Маус суициднулся и ты, что ли, хочешь? Ё-моё, ну почему? Просто почему? Каждый путь идёт только к боли. Ну не каждый, не каждый. Ты права, я не понимаю. Я совершенно не понимаю твоих чушь, Сайори. Но мне не нужно понимать. Что бы мне не пришлось делать, чтобы остановить твою боль. Я сделаю это. Нет, нет, ничего. Совсем ничего. Если же могу помочь, это если бы всё могло быть, как всегда было. Но я была эгоисткой. Вот ты, блядь. Быть пустотой, как бы это не эгоизм. Это просто хочется бы побыть в одиночестве. Просто без всех. Это не эгоизм, Сайори, пойми ты это. Я, блин, лучше разбираюсь в психологии. Я бы всё это уже понял. Я наконец показала тебе, какой я ужасный человек. Плёзы струились по лесу Сайори. Да ты не ужасный человек, ты... Господи. Я заставил тебя вступить в литературный клуб, потому что я была эгоисткой. Да не так, блин. Я был наказан своим сердцем, которое так странно болит. И теперь ты пришёл сюда, и я сделал больно и тебе. Я просто слабая и эгоистичная. Это всё, что я есть. И поэтому я собираюсь принять эти наказания. Потому что я заслуживаю их все. Не задумываясь, я вновь схватил Сайора за плечи. И в этот раз я заключил её в крепкие объятия. Ах, Сандыч. Сайори. Мне не важно, чувствуешь ли ты себя эгоисткой. Я правда, сейчас я что-то говорю мне вставить в клуб. Даже возможность видеть тебя каждый день, делать все эти дни стоящими. Если бы ты уже со всеми остальными, то это просто бонус. Ну пожалуйста, не дооценивай то, насколько я дорожу тобой. По-другому и быть не может. Сайори не обнимает меня в ответ. Несмотря на то, что я обходил её, руки Сайори остаются висеть по бокам. Она начинает рыдать в моего уха. Нет, не делай этого для меня. Пожалуйста, не делай этого. Я Сайори едва удавалась говорить между схлитами. Я не знаю, правильно ли я поступаю, но всё, чего я хочу, чтобы она знала, что я волнуюсь за неё. Если ты называешь себя эгоисткой, то ты должна разрешить мне тоже быть эгоистом. Неважно как, но я выясню, что нужно изменить. Я прогоню эти чувства. И если есть что-то, что мне нужно сделать, тогда лучше скажи мне. Я растяжусь, если ты этого не сделаешь. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Сайори наконец-то мягко обнила меня в ответ. Ну наконец-то, блять. Я ничего не знаю. Всё это очень пугает. Я не понимаю ничего из своих чувств. Единственный момент, когда я что-то чувствую, это когда я чувствую боль. Но твои объятия такие тёплые. Это тоже очень пугает. Господи, боже мой, помогите, блять. Я не знаю, как уговорить эту Сайори. Просто не понимаю нифига. Сайори отпускают меня. Как только она это делает, я тоже отпускаю её. Фестиваль завтра. Да. Будет весело, правда? Да. Хочешь, я проведу весь этот фестиваль с тобой? Это то, чего я хочу. Правда. Я... Наверное, был бы неплохо. Да. Сайори, вытираешь свои глаза. Если бы я смог провести весь день здесь, я бы так и сделал. Из всех дней, именно сегодня, у меня есть другие планы. Может, я должен отменить? Нет, не надо. Пожалуйста, не надо. Если ты сделаешь это, тогда я, правда, тебя не прощу. Окей, но... Юра уже должна скоро прийти ко мне домой По крайней мере, не хочешь зайти и помочь? Был бы весело К моему удивлению, Сайдер покачал головой Извини, я не знаю, пойдет ли мне это на пользу сегодня Да пойдет на пользу! Ты перестанешь чувствовать себя одинокой Ты понимаешь, да? Мне сложно полностью понять Но я буду стараться за всех сил Все нормально, не волнуйся об этом, слишком сильно Увидимся завтра, хорошо? Хорошо, я буду ждать Я попрощался с Сайдер и покинул ее По дороге домой, я все еще чувствовал себя неспокойно Мне сложно думать об этом, Юра скоро придет Я думаю, что Сайдер права, я не должен слишком беспокоиться Мне точно завтра, как раз пройдет время Я должен просто сосредоточиться на том, что ждет впереди Как только подошел к своему дому, я видел кое-что Что заставил меня запаниковать на нами Юрий? Слава богу, ты немного рановато Прости, что мне не было дома, ты меня долго ждала Нет, я только подошла Но я начала очень рановаться, когда никто не ответил на этот звонок Ты могу просто писать мне Если бы я знал, я бы поспешил домой рать твое спокойствие Полагаю, это так Я бы не подумал об этом по какой-то причине Здравый смысл подсказал этот вариант Но я решил не обращать на это внимание В общем, заходи, я вижу, ты принесла много вещей с собой Верно? А ты сможешь найти все, что... А ты сможешь найти все, что я попросил купить? Да, необходим, по крайней мере, я надеюсь, что я правильно все понял Уверена, что все будет в порядке Если нет, то я пойду туда как раз Я проверю юристовую комнату Ни хрена себе! Ни хрена себе у меня комната Куча книг Плазма Комп Двухспальная кровать Охренеть Шкафчик Да это, блин, мечта мажора Это мечта любого пацана Жить в таких ком... Блин, как это? Не важно, короче Первым делом, а наступопрессим осматриваться, что застрелили мне беспокоиться Так чисто Да ты чё? Может потому что я вчера убирался весь день, блин? Я прибрался здесь перед тем, как ты пришла-то Ааа, утром-ночь Так что Это очень токсичный поступок с той стороны А, нет, мне было бы очень неловко, если бы в моей комнате был бардак, пока ты здесь Ммм Ну, мне нравится уборка Я бы осталась бы помогать тебе прибраться Так же, как и я с Юрой Прекрасненько Это было бы ещё более неловко Понимаешь, не заляю ты туда Я схватил Юре за запястье, когда он уже собирался крыльтвижную ящу, мы стали Ааа, извини Я почему-то не подумал Я просто забылась Всё в порядке, всё в порядке Я отпустил запястье Юри Она положила обе свои руки на колени, словно уверяя, что следит за ними Итак, не дожили мы начать Ах, да У меня запланирован несколько идём, которые ты можешь мне помочь Декорации, а сами улучшители атмосферы Улучшители атмосферы? Ну, знаешь, освещение, ароматические свечи Ого, я не знал, что ты запланировал и такие мелочи Конечно, я хочу помочь нашим гостям отправиться в далёкое место Хотя многие заглянули к нам просто из любопытства И ради кекса, я полагаю Но я полна решимости дать им представление, которое заставит ты желать большего Это замечательно Легко забыть, что ты довольно увлекающаяся личность О, да Ах, увлекающаяся? Ну, да Думаю, это подходящий слой для описания Это что-то плохое? Нихрена такого! Это всё хорошее, блядь Вовсе нет, на самом деле это то, что мне нравится в тебе Правда? А от этого мне становится спокойнее И немного радостнее Да не, не стоит так волноваться Ты можешь немного расслабиться Расслабиться? Я принесла кушать для расслабления Я собиралась использовать их во время политического мероприятия Да, например Посмотрим, Юлия рвается в своей сумке Она достает несколько свечей И некий деревянный цилиндр А это ещё что такое? Я сделала несколько покупок по пути сюда Так что это оказалось в моём рюкзаке Я планировала покрыть окно чёрной бумагой И используя свечи, чтобы осветить комнату Я думаю, это было бы потрясающе, не правда ли? Да, это было бы классно А что это за деревянная штука? Это, это распылитель для эфирных масел Такой цилиндр? Ммм Насколько ты знаком с ароматерапией? В смысле? Так, сейчас надо загурить Что это такое? Ещё надо посмотреть, что это такое Так, я включаю телефон Так, Яндекс Так, вы пока же читайте Я буду смотреть Что такое ароматерапия Ароматерапия Да, ароматерапия Так Господи, да грубайся ты Ароматерапия Вот она Разновидность Альтернативной медицины В которой используется полезное Свойство растительных и верных масел Используется в основных красотах И массажных кабинетах Аааа, понятненько Теперь понятно, почему В больницах так приятно пахнет Юра взяла цилиндр И нажала кнопку на его дне Через мгновение Тонкостью япара Начала подниматься Через маленькое Отверственное В верхушке Ого, пахнет очень приятно Да, очень приятно И для какого оно настроения Это жасминовое эфирное масло Пахнет цветами Немного отдавая сладостью Не правда ли? Да, это хороший способ Попытать этот аромат Я выбрала жасмин Для мероприятия Потому что он не только Расслабляет Жасмин Что-то мне это напоминает Не, я ни хрена не вспомню Я ни хрена не вспомню Что это за самоцвет Улучшает твои эмоции Помогает почувствовать Как они страются Сквозь твое тело Тебе станет теплее И твое сердце бьется сильнее Не думаешь, что это будет Идеально для обмена Нашими поэмами Похоже, что подает Но ты, видимо, много Об этом знаешь Так что я доверяю С твоему выбору Юрий мягко улыбается Явно наслаждается собой Она опять досталась В сумке И вытащила из нее Несколько картушек Тонких ленточек Для чего? Нее-мое! Геометрик вторая появилась Короче Я скоро Все Вернулся Ну Ты купил бумагу для оригами Как я просила Ты купил бумагу для оригами Как я просила Да, она вот здесь Для оригами Мы эту бумагу Использовать не будем Эмм Он какую бумагу Купи вообще Что я хотел бы сделать Так это написать Разные слова На каждой бумажке Нам понадобятся Примерно сотни Ё-твою мать Это ж сколько там делать Надо будет Эмм Оу, да? Как мы их будем использовать? Да вот и я о том же Как мы их будем использовать? В каком-то количестве Ё-моё Ну я собираюсь Порезть ленту на части Повесить их на дверь В классную комнату Все сто Затем мы прокрепим бумажки К лентам Чтобы создать занавес Раз это будет непрекрасно К тому же Это бросится глаза тем Кто будет проходить Мимо комнаты И можно завлечь Кого-нибудь внутрь Это очень творческий подход Я и не знал Что ты так хороша В этом, Юрий Мдааа Но Я вообще хожу Я вообще хожу За поводу этой идеи Можешь кому-то Кто-то вообще Пошлёт хрен На это всё Небу и не зайдёт Все я не знаю Окей Это так? Ну предполагаю Что я становлюсь Слегка увлечённой Как ты и сказал Хе-хе Юрий хихикает А я щеки краснеет Мне кажется Или она более расслаблена Теперь, когда мы остались вдвоём А может это энтузиазм Который она чувствует Когда обмен от тех Чем она наслаждается Вот Маргер Цанцевич Ты можешь написать Любые буквы Какие хочешь Я помогу тебе Когда только закончу Резать ленты А хорошо Сидя на полу вместе Мы двое начали работать Я аккуратно выглянул Разные буквы Накрали бумажки В 7-7 пытаясь Справить свой почерк Юрий распытывал Нити красных лент Ну, всё ably много вопросов но смущенная юрий отвернулся что такое ты подумаешь это странно и решает и чтобы это не был меня не точен судать каждому свое знаешь если ты пообещаешь не будешь пугаться да обещаю хорошо дело в том что я нисколько ниша языка люблю ножи они просто такие красивые я ничего не могу поделать как же меня пробесит я ничего не могу поделать я не знаю почему что не искусно работает чувство опасности наверное что такое говорю пожалуйста подумал что я странно из-за этого ты смеешься на мной нере не смеюсь с тобой просто это завана какой нет слышно почему-то делишься а ты психопат или что это ну интересно и чая на этом это подходит тебе подходит подходит до этого увлекательно ха 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 к тому же этот нос выглядит очень круто не могу с поспорить это ужас как можно любить наши это же блин оружие для убийств если манекеи ты делают ну а так да они красивые но если неправильно им воспользуются то это все это трагедия он такой правда юрий вновь делает рассованные выражения лица хочешь подержать конечно я посмотрел на его ближе его расторождаем дам не ношу рукоятка ко мне я взял его поверсил в своих руках он тяжелый и чрезвычайно это ни хрена тяжелый я вообще может достать такой нож заинтересованы его заточкой киатрон с указательным пальцем до лезвия ножа оу он сычи зачем ты это сделал я не ожидал что он такой острый я это коснулся его это моя вина я должна быть и предупредить этот нож крайне острый вот если так узнают манеке все будут ходить вообще в каждые магазины чтобы купить такой нож я вот уверен по любому он может резать кожу сон это бумага о нет небольшая капля крови потекла вниз по моему постельную зарплату с моего раза вблизи она смотрит на меня заметно юрзает если ты будешь я пойду смоет без предупреждения юберный палец в рот облизывает о господи ты что сумасшедшая я чувствую язык обворачиваться вокруг моего пальца в зонах я истинно я истинно пожалуйста прости меня я не думала я я опустил его ее лицо горело красным это самая постыдная вещь такая либо дело когда могу сделать что-то такое прости прости это и правда был слегка странно стало мне врасплох но дома она просто пыталась помочь мне да и уроду ты понимаешь что слишком близко к сердцу он не понимает головы что если она не оправится до конца дня хорошо знаешь что это где можно купить начало сделал боже мой боже мой это кошмар я знал что это была плохая идея если не заткай роман жасминного масла на сфера сейчас было было бы невероятно тяжелый ты такой странный и глупый плен юрия робко хихихикова юрия называет меня странным мне нечего ответить на это где ты хранишь бинты на самом деле я не думаю что мне нужен это был это был маленький пресс смотри кровь уже не идет я вижу какое облегчение напряжение быстро спало каждый из нас продолжил свои дела я смотрю как юрий походил ножом через ленточку сон через воздух тем временем я продолжу заниматься бумажками господи когда уже конец был выложили ленточки друг с другом пусть только закончили прикрепление бумажки выглядит даже лучше чем я ожидал и будет очень эффектно смотреться в виде занавеса выглядит отлично тебе в голову пришла хорошая идея юрий спасибо я просто посмотрел на все идти честно ты готовься к следующей задачи да давай что тебя на уме я бы хотел сделать баннер вот поэтому я просил тебя купить краски в кюветах правда одной из вещей которую почти мне купить был набор акварельных красок в кюветах нам понадобится примерно 6 стаканов воды чтобы положить по одному кювету в каждый ты мог бы понести конечно без проблем 6 стаканов воды я вернусь через минуту большое спасибо и совсем немного воды будет достаточно если на ее слишком много воды стакан только раз больше слишком разбавленный уроки изоблин прослушивший к совету юрки использовал маленький планчиковый я решил использовать маленькие пластиковые стаканчики вместо цветов бокалов я поставил их на подно чтобы от любые капли краски когда могут упасть понесла свою комнату да я зашел в видео юры быстро отворачивает рука натягиваю назад на руку ничего то есть трансфер немного красный здесь что жарко или как нет в общем нет вот тут у меня уже подозрение либо она там нож продала либо я чё-то скрывал вот взять точно кубе я об этом точно уверен я резко забывают у меня самостоятельно распакуют краски просто киеве стаканчики так вот я думал что мы сделаем чтобы простое но красивое я хотел нарисовать градиент на протяжении баннера начиная с просвета потом дня затем заката и ночи как луком выстанет я напишу вдохновляющую цитату на силу длине мы можем вывести на стене за подиума в передней части классной комнаты классно что ты собираешь написать но он будет веселее если будет сюрпризом для тебя юра улыбнулась если так считаешь посылок мы развернули баннер юрий и я встали на колени сразу так чтобы не мешать друг другу юри отметила кисти несколько точек разного цвета по всему баннеру чтобы они служили нас этого подсказа когда мы будем рисовать это немного напоминает начальную школу рисовать на баннере акварели очень похоже на проекты арт-класса которые у нас тогда были это расставляет я согласен у нас такое же было извини если это кажется беремячеством не я уж нет на виду это довольно весело знаешь да это весело я рада что это то что считаешь я покатилась рисовать на сегодняшний задумавший для меня подниму жить у нас где безумная вещь чтобы повеселиться на самом деле обычно я этого и не хочу мне просто на раз когда могу просили с одним человеком даже если что-то просто как чтение даже неважно снимал сговорил а блин даже делать такие странные вещи как например облизнуть тирану с кровью или припадать что-то в рукаве что опасно я вот уверен в этом просто каждый раз другом делать все нам немножко лучше я думаю это все что мне нужно чтобы быть счастливой правда даже если мы с юри довольно разные я могу понять почему он так себе вьет я чувствую тоже относительно чего-то вроде аниме и игр когда простыми впечатлениями делает меня счастливее думаю я чувствую то же самое юрий нежно улыбается я знал что ты поймешь я потянулась через баннер чтобы взять неиспользованную кисть но я двинулся в тот же момент сопрещен удар моей головы ай ай извини я раскачал назад а я задумал проспорт быстро поднял руки ты не ушиблась нет я в порядке я доброса бога мне и все из нее должна попросить и подать не мне тебе не нужно извиняться твое лицо на лице и шею я был несколько приказки что-то на моем лице да я случайно пролил краску на тебя извини это полностью моя вина я сейчас же принесу полотенце я убежал взял маленькое полотенце и потом смочу вот в теплой воде и соперни на колени вот что-то не так теплое я просто не ожидал извини я не хотел воспользовать холодную воду закончив я начал убирать руку но юрий независимая за кисть подожди еще еще немного это так приятно опять же любовная сцена я ставлю руку на шее юрий она смотря мне в глаза это улучшено выражение лица точно такой же как когда она читать свои книги будто бы она цепенила окутанная собственными мыслями она нежно дышит слегка про открытые губы что происходит это из-за аромата жасминового масла у меня кружится голова нежные пальцы юри обхвативший мое запасти дали давали ощущение покалывания руки и внезапно ее лицо оказалось намного ближе к моему чего вновь назад юрий медленно отстранилась извини я чувствую что у меня кружится голова я не хотела забыться все в порядке я чувствую что у меня самого самого голова окружилась настрой шел так же быстро как и пришел юра взяла свою кисть но ее движение выглядели более неловкими будто она не могла сосредоточиться я молча вынуждены игнорировать только что произошедшее я нежительно взял свою кисть и продолжил это время юрий когда шутка нет сколько еще можно играть эту сцену этого должно быть достаточно я закончил планета что не объемы точками выдающими как звезды если смотрим на баннер целиком то видно что он довольно красивый выглядит естественно думаю получилось лучше чем я ожидала я очень рада этому результату да я тоже тебя собираешь давать надпись а пока что нет я сначала должен выставить и по одному разу не твердого времени ну возможно будет лучше стать увидите потом ты его понесешь я могу не надо быть в классной комнате про первоначал фестивале ты не против нет меня все устраивает замечательно в таком случае не думал что здесь еще то еще что мы могли бы сделать ух ты за чашляк сына раньше не закончена я ошибаюсь предположить что хотя бы немного за раз и я ошибаюсь предположить что хотя бы немного нас уже своей работой нет это вовсе не так я постараюсь вы смелись это закончить понимаю я тоже нет я немного волновалась со временем не скоро нужно будет готовить обед ах тогда на состоянии осталось времени это я надеялся что у нас станет много времени по стопам закончили вот блин чукость и последний на охоту ах 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 блин чего это такое приятного и думаю стоны блин какие-то тупые ну я раздумалась про себя я думаю что это было бы слишком соответственно для меня оставаться тут дольше извини я тоже надеюсь у нас будет больше времени это скорее всего моя вина извини за то что я так медленно работа нет то вовсе не твоя вина и главное что мы все доделали правильно да так что я не должна быть разочарована или того собирать свои вещи и выглядело печально я понимаю почему похоже я редко упадаю возможно провести время с друзьями в непринужденной обстановке но не знаю что такое происходит последний раз как только юра собрала свои вещи я проводил ее спасибо тебе что при меня сегодня не правильно я раньше смогу помочь просто скажи если тебе еще нужно что-нибудь принести завтра хорошо ну тогда юра за юрзова я думал увидимся завтра подожди я сказал не подумав начать сегодня не знаю что у нас не было столько времени сколько мы хотели бы потому что можно встретиться вновь все что захочет ты можешь пойти сюда опять или можно ходить куда-нибудь ах я забыл что не любишь ногу гулять пока что такая ситуация урока улыбается в любом случае ты знаешь что пытаюсь сказать так что ты очень чуткий юрий делай шаг ко мне затем я надолго сжимаю одну руку о господи это близко это то что мне нравится в тебе ну как мне ответить на это но у меня даже не было возможности потому что юрзов наступила сайори привет сайори мне все в порядке сансович я просто заглянул чтобы сказать привет приятно видеть тебя и не нужна для вас уходить правда как жаль извини но мы все увидимся на фестивале завтра так что так что все нормально да конечно лобка сайори сияла да так что все это завтра явно смущенная юрий 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 поспешил домой сайори махал я на прощание сайори я думал что не хотел приходить сегодня ага ну я пытался встать в своей комнате но мое воображение играется на злую шутку поэтому я должна попросить сюда и увидеть своими глазами увидеть что о чем ты говоришь ну знаешь как ты веселишься с юри когда сблизился с ней это день мне такой счастливый то что назовет таких хороших друзей это все что важно для меня слезы начали течь по лицу сайори это все что важно для меня почему я так себя чувствую сансович я должна быть сейчас за себя почему я чувствую будто сердце разрывается на части да я откуда знаю так болит все так болит все было намного выше смогла просто исчезнет не 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 в коем случае сайори не говори этого это правда сансы если бы меня не было здесь то да ты не тратил все симпатии на меня теперь бы не пришлось мириться с тем что я эгоист я не успокойся ты моника была права я должна была просто моника моника в права в чем сайори то что я сказал раньше был правдой и не позволит ему продолжаться за бойся о тебе это не время какой твой каким твой разум пытаться это представить это нечто это нечто что делал меня счастливым это то что я не принял бы ни на что другое даже если это не всю жизнь я буду рано с тобой пока ты не пронесаешь чувствовать эту боль но садёра твой взгляд я положу руку на ее плечо чтобы успокоить я боюсь сансович я очень боюсь чего ты боишься сайори я боюсь что что могу на раз тебе меньше чем ты мне сайори это так правда я была слабая начата не начала привязывать тебя слишком сильно я сделаю это собой сансы 4 так сильно на все я хочу умереть вот что я чувствую и и хватит сайори я не хочу чтобы тебе даже было больно я повел руку рукой вниз по предплечью сайори и взял его за кучку я сказал что я что всегда знаю что лучше для тебя ты все еще веришь мне сайори молча кивнула даже если не понимаешь свои чувства я знаю что тебе сейчас нужен больше всего это то что я собираюсь тебе дать сайори так я люблю тебя ты всегда будешь мы сам дорогим другом надо точно сохранить это надо сохранить бред если вдруг мы выберем второй вариант я люблю тебя я люблю тебя это мои настоящие чувства так я никогда не я никогда не не были я никогда не смогу нравиться тебе больше чем ты мне я должен понять что раньше но я провел совсем в клубе новые друзья и веселье с тобой каждый день могу меня осознать что ты и правда самый важный человек для меня вот почему я приму твой любое твое время пока мы будем такими каждый день рядом с тобой тогда буду знать что мы оба будем счастливыми сансыч он обмене обнимает о моя челка так иначе такая же как у меня приобряли внезапно судей крепко обняла меня сансыч это правда нормально да я держал саюру в объятиях тебе больше никогда не придется пускать меня но будет так трогательно я люблю тебя ответные чувства я хочу быть с тобой всегда я тоже я почувствую что обидеть саюру немного ослабли что это саюру я должна быть счастлива сейчас я всегда думал что для меня это будет наш счастливейший момент но почему даже сейчас почему дочки не уходят они совсем не хотят уходить это нормально саюру может понадобиться немного времени чтобы все вновь стало лучше но не важно сколько времени это займет я буду рядом и поду каждый шаг с этого пути это все что важно сейчас хорошо я верю тебе саюру и я медленно пусть отпустили друг друга значит наверное это дело завтра шесть фестиваль нашим первым свиданием о чем ты говоришь я не хочу думать о таких вещах знаешь я хочу чтобы все было таким как всегда даже если мы теперь правда пара я не знаю смогу ли я сейчас справиться с чем-то большим это все очередного и пугающе для меня я понимаю мы будем двигаться любом подходящим тебе темпе эй сан сыч саюру на посмотри на меня грустно улыбаясь дальше если мне будет очень очень грустно это лучше решение для меня правда я не очень понимал что сфер подразумевал над этим ты говоришь на дело тебя грустно саюру я не знаю я не понимаю что я чувствую это было похоже на кучу шипов когда ты сказал что ты любишь меня но поэтому я хочу верить тебе ты знаешь что лучше для меня я знаю это мое обещание я сказал на действительность я никогда не чувствовал больше определенности когда дело доходило до саюри я знаю что я люблю ее она любит она любит меня но мне так сложно понять чувство саюри хотя я и могу утешить ее я продолжаю думать должен ли я сделал что-то еще или что-то совсем другое я знаю что эти мысли будут продолжать терзать меня пока все не станет как раньше это же то что саюри имеют ввиду говоря что хочет чтобы ничего не менялось не знаю но я знаю что я готов полностью отдать себе этой цели саюра самый важный человек для меня я сделаю все что угодно чтобы у нас не было счастливое будущее что это что это так не помню нифига кует что такое что происходит какая-то ошибка какая-то ошибка вышла куй и выйти из игры копировать этот вуфер обмена открыть ну больше откроем эту хрень так это нет пытался посмотреть что такое так мое видео можете не смотреть но я не знаю я ни хрена не понял доки-доки литературный клуб версия 1.1 . ноль это версия на которой я играю так окей игнор все ух ё-моё сегодня день фестиваля ула следующий раз мы продолжим в следующий раз внести резин слабская ак Persian день фестиваля они пойдут в следующий раз акшат а все нашли в моя карту что не итальи стива песняек а всем пока в удачи итак же что хочешь сказать Не будьте как Сайора Не говорите, что вы какие-то плохие Верьте в хорошее Как я и говорил Всё, теперь точно всё, пока